Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Афир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Не лозунги, а разумные доводы. В рамках нового проекта «Кубань независимости» детям доступно рассказывают о вреде наркотиков. Любители ювелирных украшений анапскими полицейскими раскрыта серия грабежей. Доступный общественный транспорт. Автобусы для малоподвижных граждан работают на пригородных маршрутах. В Анапе прошло первое мероприятие профилактического проекта «Кубань в независимости». Его провели медики из краевого центра совместно с городской антинаркотической комиссией. Главная особенность, что детям не говорят «нет», но честно рассказывают о том, что происходит с организмом, и в итоге предлагают самим сделать выбор. Кажется, мы попали в рот курильщика. Ну и зрелище. Мультфильм про то, как ученый, а также любознательные мальчика-девочка на специальном аппарате исследуют изнутри организм курильщика. Сюжет – научная фантастика, а вот медицинский аспект вполне реален. Зрителям от 8 до 11 лет. Главное правило – не говорить «нет», а излагать факты. Это специальный тренинг, который называется «Блисток». Ребятам объясняют, что любая болезнь – это как смятый уголок бумаги. Можно выпрямить, но таким же белым и чистым он уже не будет. Кто, о чем мечтает жить? Ну, ты о чем мечтает жить? Я мечтаю стать доктором. Доктор, космонавт, путешественник. Мечты проще реализовать, если человек здоров и полон сил. Похожая методика разработана и для ребят постарше. Для малышей это больше в игровой форме. Вот мы раздаем больше такой наглядный агитационный материал, мультики, игры, мультфильмы. Для взрослых там все более серьезно. Там идет у нас и кабинет отказа от курения, там уже спирометрия человек, мы опять же не говорим человеку, что плохо курить. Он проходит обследование, видя результаты легких, он сам решает, что ему нужно бросить курить. Профилактический проект реализуется по всему Краснодарскому краю. В Анапе такое мероприятие проходит впервые при содействии городской антинаркотической комиссии. Анапчане говорят, что изучают методику и хотят взять ее на вооружение. С начала года в городе-курорте прошли порядка 1200 мероприятий, на которых в той или иной форме поднималась тема профилактики зависимости. С этого года по поручению главы региона в школах, учреждениях культуры показывают специальные видеоролики, а в дополнение сняли свой собственный. У нас хороший видеоролик есть, который пропагандирует спорт именно в муниципальном образовании, где наши спортсмены, дети, также дают комментарии о том, что это очень здорово, здоровый образ жизни. И там же пропагандируются все наши секции. В настоящий момент школьная аудитория охвачена полностью. В ближайшее время ролики начнут показывать в техникумах и филиалах вузов в перспективе выход на трудовые коллективы. В Анапе продолжаются плановые рейды по контролю за исполнением так называемого детского закона. Напомню, что согласно нему дети не могут находиться на улице без взрослых после 10 часов вечера. С начала года организованное проведено почти 500 рейдовых мероприятий. За 6 месяцев выявлено 175 подростков-нарушителей, причем из них 35 детей, жителями других регионов. В отношении 143 родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Во время рейдов в вечернее время посещено 770 семей, состоящих на профилактическом учете. Проведено более тысячи разъяснительных бесед с несовершеннолетними их родителями. Напоминаю, что соблюдение детского закона касается не только жителей Анапы, но и гостей нашего города. На пяти пригородных маршрутах общественного транспорта в Анапе в настоящее время работают специальные низкопольные автобусы, приспособленные для перевозки малоподвижных граждан. Как сообщили в отделе по транспорту и связи городской администрации, автобусы с аппарелью для заезда инвалидов-колясочников, также приспособленные к перевозке всех групп инвалидов, ездят по муниципальным маршрутам регулярного сообщения. Номер 109 Анапа Большой Утриш, номер 111 Анапа Усатого Балка, номер 114 Анапа Витязева, номер 125 Анапа Супсех и номер 135 Анапа Супсех. Расписание движения этих автобусов вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Открытый турнир по художественной гимнастике «Морские звездочки» пройдет 11 и 12 августа на базе Анапской детско-юношеской спортивной школы номер 10. В нем примут участие более 200 гимнасток из Москвы, Ростова, Краснодарского и Ставропольского краев, Пензы, Волгограда, Белгорода, Владикавказа, Мурманска, Ташкента и Казахстана. Гимнасткам предстоят выступления по программам индивидуальных и групповых упражнений. Почетными гостями станут двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева и мастер спорта по художественной гимнастике Александра Меркулова. Серию грабежей накануне раскрыли анапские полицейские. Жертвами преступника становились женщины, предпочтение он отдавал ювелирным изделиям. На дело шел посреди рабочего дня и особо не прятался. Лицо тоже не скрывал, что и позволило составить фоторобот и оперативно задержать грабителя. Всего на сегодняшний день подтвердилось 4 эпизода. Разданы ориентировки сотрудникам ППС. Согласно ориентировке сотрудникам ППС был доставлен гражданин в отдел уголовного розыска, отдел МВД России по городу Анапа. В ходе отработки данного гражданина он дал признательные показания за совершенные ним 3 грабежа и 1 разбойного нападения на магазин Second Hand, расположенный в городе Анапа. Сам гражданин является жителем города Батайск Ростовской области. 23-летний гражданин, ранее несудимый. По сообщению Кубани Энерго, 1 августа в связи с проведением ремонтных работ будет частично прервано электроснабжение. С 10.00 до 13.00 в Виноградном, с 13.00 до 15.00 в Уташе. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапска ВРС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.